Доброе утро! Всем привет! Собираемся в школу, завтракаем. Эй, 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 куда ты летишь? Куда, куда, куда? Нельзя. Иди давай. Он тоже захотел позавтракать йогуртом. Да? Привет, Бонюч! Привет, всем привет! Солнышко утром. Когда уже потеплеет утром, а? Мама, сейчас будет карпка. А ты уже съел? Ксюнечка уже убежала. У нее сегодня рано. Мы уже собираемся. Через 5 минут уже идем. Зубки почистили? Нет, я почистили. Ты чистила? Ты что? Давай. Ты это, Бонючка. 5 минут, 5 минут. Каролина сегодня без рюкзака. Она вчера в обед не пошла в школу, у нее голова болела. И уроки есть. Да, и уроки не сделала. Все у нее в школе осталось вчера. Да? Рюкзак. Сегодня с пакетиком идет. С ланджи-боксом своим. Ну ничего, в школе домашку сделаешь, да? Я уроки не сделал. Давай застегивайся, там холодно. Я не повезу, что ли? Нет. Почему? Потому что меня отвезет... А, ну хорошо. Еще рано, Каролина, еще 5 минут. Долго будешь стоять там. Давай застегивайся. Замерзнешь, если выйдешь рано. Она тебе мячик принесла? Да. Она хочет играть. Бонь. Давай я с ней поиграю. Иди давай, 8 часов уже. Давай, пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Завтра. Завтра пойду гулять. Ага, ага. Тебе такой мячик, мячик, мячик. Ты в Роблокс играешь? Пошли уже 8 часов. За тобой во сколько придут? Сейчас нам нужно идти. Не холодно будет? У-у-у. Древые тоже, кстати, мои штанишки. Но они мне маленькие уже, я в них не влазю. Мне еще на почту надо. Я пойду две посылки отнесу. По две штучки буду это носить. Что он там делает? Играет. Фи-ка. Он в душевой играет. Ляжет там, моется. Отдыхает. Пока-пока. Пока. Все, мы с тобой остались. Последний, давай. Нет, ты зачем это обываешь? Макс, пойдем, а то опоздали. Мы сейчас с гагулей будем завтракать. Сделаю тосты. Такие вот печенюшки очень вкусные. Вафельки. Кто у нас тут сидит? Красиво тебе, да? Подкрадывается потихоньку. А, Филька, пасет. Все, будем завтракать. Все в сборе. Все пришли. А Каролина? Я уже не приехала. Как? А, ты на машине? Понятно. Мама, я Карину. Сейчас приедет она на автобусе. Тут коробочка. Еще одна пришла Маргарите. С обувью. Их, по-моему, сумочки. Если это одна только... А сколько ты сумок заказала? Две, по-моему. Или три. И обувь тоже, по-моему, две-три пары. Нет, пятьдесят десять один. Ты будешь отдельное видео снимать? Мама, для купить. Да. Давай будет. Будет короткий. Десять один. Ну, хоть какой-то. Мы можем, когда я буду собираться, мы можем показать, что... Может, это будет семьдесят один. Да. Да, мои любимые. О, нет, не лопайте, потому что если я буду возвращать... Не лопайте, чтобы обратно потом... Сумка. Она какая-то... В общем, потом покажем в видео. Я сейчас не буду показывать, чтобы было интересно. Да, кстати, ребят, кто говорит, что хочет добавить Ксюшу в Бравл Стас и не может, у нее нет запросов вообще ни одного. Почему у вас не получается? У нее пусто, видите, ни одного запроса нет. Это возможно. Это что? Предложить дружить, предложить дружить, не знаю. Может, это вот эти? Нет, эти. Это вот этот... Возможный, возможно. А, те, кто играет, могут играть. Вот запросы у нее, и у нее никого нет. Как вы ее не можете добавить? Вот мы идем. Вот идем. Попробуйте еще раз. Нет у нее пусто вообще никого. Я не могу никого удалить. Настройки надо. Не получается у них почему-то. Мы нашли проблему. Оказывается, у Ксюши была заблокирована функция предложения, ну, запросы, чтобы могли отправить. Никто не мог отправить, потому что у нее было выключено. Теперь она включила. И можете теперь отправлять запросы. Можешь что-то сделать, чтобы они отправили опять? Ну, вот сейчас... Нет, сейчас не могу ничего сделать. Только завтра. Все, тут уже пришло два запроса, да? Какой-то Петр и Айхот Бебра. Вот! Это кто, Петр? Да. Блин, круто. Что играть, он говорит. Что? Так, Маргоша сейчас поедет в школу, она поедет на велосипеде. У нее закончился абонемент на автобус. Нам осталось три коробки отправить. Последние. Это вот новая пришла. Ну, три остались, да, я все отправила. Вчера две, сегодня две, еще три. Завтра отправлю. Можешь сегодня вечером. Давай только осторожно, ладно? Одна поедешь, да? Да. Обязательно шли. Сколько королейной идти надо? Королейной через 20 минут, когда Ксюша пойдет. Проводила всех в школу. Вот эти мои детки остались. Детки, конфетки. Филюшечка. Молюц какой-то торчит. Ну, что ты сразу меня кусаешь? Я тебя же глажу, хулиган. Хулиганчик маленький. Вот так вот. Вот так вот ему поиграться надо. До камеры докопаться надо. Еще до кого докопаешься? У него уже молочные зубы повыпадали, уже коренные. Смотрите, какие клыки. Клычища какие, а? Ух ты какой. Хулиган. М? Ты хулиган? Так, давай. Не трогай камеру. Камеру не трогай. Победали. И пойду я загружать видео. Не доел тут кто-то. А то я его смонтировала и так и не загрузила. Вонечка, ты куда? Макса сегодня нет в обед? Ты что ты лежишь на полах? Машинку нужно разгрузить и потом загрузить. Влог я выложила. Сейчас сижу читаю комментарии. И буду отвечать на некоторые. Мама, у меня самая. Так, вопросик тут был, почему я заблокировала там кого-то в Телеграм. Не могут писать комментарии. Ребят, я никого не блокировала. Я просто закрыла группу. Я вчера зашла, как начала это все читать. Ребят, ну, там просто такая перепалка была. Там начинаете ругаться. Я закрыла эту группу. Комментарии сейчас оставлять никто не сможет у меня в Телеграм. Я же там не сижу каждый день. Я иногда захожу. Вот вечером вчера зашла. Я как увидела, начала читать. Господи, ребят, я не понимаю, зачем вы ругаетесь? Зачем вот это вот, не знаю. Я же открыла комментарии не для того, чтобы все ругались, обзывались или еще что-то. Поэтому мне пришлось закрыть. Потому что очень неприятно. У нас очень сильно подорожал бензин. Поэтому, скорее всего, мы переходим на велосипеды. Утром еще холодно. Минус два, минус три. Но, скорее всего, на следующей неделе немножко потеплеет. И наш папа начнет ездить на велосипеде на работу, потому что в два раза подорожал бензин. Но этого стоило ожидать со всеми этими санкциями. И говорят, продукты тоже будут дорожать. Мы сегодня хотим поехать в магазин, посмотреть, что да как. Как там вообще по ценам. Если что, немножко закупиться. Не будем сметать, конечно, все полки. Все прилично будет. Потому что неизвестно, что будет дальше. Во всей Европе везде все дорожает. Маргарита сказала, все, говорит, мам, как раз у нее сейчас закончился абонемент. Я, говорит, буду ездить на велосипеде. Утром пока нет, потому что холодно, но в обед. Она вот сейчас вот уехала на велике. У нас днем. У нас тепло. На следующей неделе у нас будет температура 17-18 градусов днем. Утром 3-5. Вот так вот. Я надеюсь, что наладится все, отменят все эти санкции. Конечно, скорее всего, прежней жизни уже не будет. Но самое главное, чтобы не было хуже. Голову помыла, она у меня высыхает, подсыхает. Хочу покраситься и не знаю, откуда пойти покраситься. Уже сильно волосы отросли. Вот такие вот дела. Также про переезд. Это очень часто спрашивают. Мы же собирались переезжать. Знаете, вот даже хорошо, что мы не переехали. Мы же собирались еще в прошлом году. То одно, то другое. Потом бабушку решили сюда привезти. Потом документы там нужно было какие-то делать. Вот. И пока что мы остаемся здесь. Потому что в Европе сейчас ситуация будет не из лучших. И мне кажется, сейчас просто нужно спокойненько сидеть и ждать. Пока все наладится. Нафига все устаканится, успокоится. Так что пока мы никуда не собираемся. Пока сидим. Гражданство будем получать. Но пока никуда не уезжаем. Так, ну что, мы уже вернулись домой. Съездились за покупочками. Купили. Смотрите, вот эта вот упаковка. Она стоила всего лишь один франк. А вообще обычно она стоит где-то примерно 4 франка. Около 4 франков. И это еще мегапак. Большая упаковка. Была распродана. Вот такие вот 3 упаковки за 3 франка. Взяла вот такую вот упаковку. Лаваш. Сколько здесь штук? 18 штук. Такие вот они прям большие. Не везде у нас такие продаются. Я обычно покупаю маленькие. А тут прям большие. Так, взяла вот такой вот рис. Сколько здесь килограмм? 5 килограмм риса. Такой он длинненький. И еще один. 10 килограмм риса. Жасмин. Тоже хороший рис. Дальше взяла макарошки. Которые мы обычно берем. Такие вот по килограммам. Разные. И вот спагетти тоже. Спагетти для упаковки. И вот такая вот миленькая лапшичка. Вермишелька. Много супа. 3 упаковки. Так, и вот такие вот еще. Тоже ромные. Хорошие. Так, что еще? Взяла 4 упаковки китайского супа. По 5 штук внутри. В общем, здесь разные вкусы. С креветками, с мясом. Здесь непонятно, что такое. И с курочкой. Так, все по 5 штук. Я обычно использую только лапшу. У меня лапшу любят дети. Я готовлю, варю сама суп и просто отреберу лапшу. Вот, также взяла кукурузку. В салат я добавляю. Сколько тут? 4 баночки. И тунец. Тоже в салат добавляю. Так, оливковое масло у нас закончилось. Так, и закончился у нас соус для салата. Взяла вот такой вот французский. И тоже французский, только он здесь с зеленью. Лимонный сок. Такая вот бутылка большая. Ты не нашлась? Нет, больше не было. Томатная паста. Две баночки. И такая вот острая. Острый соус. Тоже вкусный. Так, ну и все. А вот еще у нас тут тартар соус. Тоже вкусный майонезик. Все. И здесь я еще помелочила. Здесь вафельки. В общем, к чаю все. Доченежки. Вот это вот печенье тоже вкуснее. Детям очень нравится. С шоколадом. Так. Вот такой вот чай взяла. Ягодный. Липтон. Зеленого не было. Хотела зеленый. Зеленого не было. Такие вот пироженки, по-моему, кокосовые. С кокосом. Ну вот, всем занимаются. Точат карандаши. Да я и делаю. Она опять всех растеряла, да? Она должна была сделать... Она все карандаши растеряла. Мы каждый месяц ей собираем карандаши. Я не знаю, куда она их девает. Все, коробка. Каждый месяц мы ей пенал собираем. Есть у меня гармония на трое, если интересно. Макс взял вот такие вот баночки с напитком. Каприсан, да? Каприсан. Я не видела такие. Я думала, они только в пакетиках. Оказывается, они еще в таких вот металлических. Она тут делала. Ты выгулила собаку? Да. Ушка чешется, ушка чешется. Все отремонтировали? Поломался шкаф? Срочно нужно было отремонтировать. Просто положи, пожалуйста, на полку. Не нужно складывать. Просто положи, завтра сложишь аккуратно. Просто возьми их, перенеси в шкаф. И все. Сейчас нет времени складывать аккуратно. Просто положи. Каролина, я тебя прошу, пожалуйста, в шкаф положи. И Зашу тут надо сделать. Значит, ты хорошо и поймешь. Ну, я не понимаю. Филюшечка. Фильке сегодня шесть месяцев. Шесть месяцев, полгодика. Так быстро время прошло. Время так быстро прошло. Вроде только недавно был маленький такой. Маленький был такой недавно. Уже здоровый котяра. Котяра. Это уже котяра. Здоровый. Вот так вот животик. Опа. Щекотно. Опа. Ой, какой ты. Ой, какой ты. Злостный. Какой ты злостный. Камера. Камеры. Ох. Вон тут страшилки Ксюша взяла в библиотеке. Про что тут? Про каких-то монстров? Это из страшилки. У тебя нос заложен? Капелек нет? Капли закончились для носа. Я знаю, это сорок четыре. Я просто пошла куда-то и тут написано Эй, ту, гасашки, эй, ту, гасашки, шафт. Пошла. Молодец. Ладно. Завтра поедем купим капельки. Еще нужно бипантен. Филька вон пошел. Там нет никого, Филя. Хомячок уже спит. Ладно, давай. Все уже в кроватках. Все уже легли спать. Я сейчас. Вытащу белье с малышеньки. Сушилки, вернее. И тоже буду спать ложиться. Всем спокойной ночи. Увидимся в следующем видео. Всем пока.